День космонавтики Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 95 лет. Праздник здоровья в детском саду. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В регионе за несколько дней выгорело более 60 гектаров полей. Ежедневно регистрируются новые возгорания. Пал сухой травы опасен не только для домов и хозяйственных построек, но и для всего живого. Сотрудники МЧС уверены, климат или метеоусловия здесь ни при чём. Основная причина возгорания – беспечность людей или намеренный поджог. Поджигатели зачастую уверены, что таким образом помогают разрастить молодую поросль. Однако биологи, напротив, говорят, что это вред экологическим системам. Во время пал в почве наносится большой урон. Виновные в сжигании сухой травы штрафуются. Сумма от 1 до 250 тысяч рублей. На очередном заседании административной комиссии было рассмотрено 8 протоколов. Какие решения были приняты, мы расскажем в нашем сюжете. 10 апреля состоялось заседание административной комиссии муниципального образования города Десногорск. Все 8 протоколов об административных правонарушениях относились к статье 27 областного закона. Статья 27 областного закона об административных правонарушениях. Нарушение тишины и спокойствие граждан в ночное время с 22 часов до 6 часов утра в местах постоянного проживания и временного пребывания граждан. Зачёт предупреждения и наложение административного штрафа в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Три нарушителя тишины привлечены впервые. Поэтому комиссия вынесла им предупреждение после профилактической беседы. По четырём протоколам вынесено наказание в виде штрафа в тысячу рублей. Одному из нарушителей придётся заплатить за беспокойство соседей в ночное время 2 тысячи рублей. Полицейские задержали подозреваемых в серии «Краш из машин». Один из местных жителей сообщил в полицию, что двое молодых людей ночью осматривали припаркованные автомобили в посёлке Пронина. В итоге оперативники задержали автомобиль с двумя молодыми людьми. В машине они обнаружили несколько аккумуляторов, видеорегистратор, магнитолу, навигатор. Объяснить, откуда взялись эти вещи, задержанные не смогли. Им грозит срок до пяти лет. 12 апреля в России отметили День космонавтики. Педагоги десногорских школ подготовили мероприятия, посвящённые этому дню, и познакомили ребят с историей развития космонавтики. В одной из школ побывала и наша съёмочная группа. 12 апреля 1961 года наш земляк совершил первый в истории человечества полёт в космос. Старт прошёл на космодроме Байконур. Гагарин провёл в безвоздушном пространстве 108 минут. За это время корабль «Восток» сделал один виток вокруг Земли. Тогда это было событие мирового значения. В четвёртой школе концерт посвятили именно этому дню. Ученики совместно с педагогами подготовили мероприятия, рассказали об истории развития космонавтики. Мне очень понравилось. Пока мы готовились, мы узнали много нового. Было очень интересно репетировать. Мы первыми полетели в космос. Для нас он особенно важен, потому что в космос полетел наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин. Мероприятие было очень хорошее, мне понравилось. Мы его долго готовили, было очень информативное. То есть понравилось сильно. День космонавтики, но он играет большую роль в истории нашей страны. Ведь как бы это открылась новая эра, эра свинья космоса. И то есть уже появились новые технологии. Эти мероприятия направлены опять-таки с такой воспитательной целью, чтобы наши дети сегодняшние, живущие в 21 веке, они не были свидетелями тех событий героических и великих. Поэтому мы сегодня им прививаем, популяризируем эти знания, чтобы они знали свою историю. Причем героическую историю нашего народа, нашего общества, нашего государства. Иначе, если молодой человек не знает своей истории, то он, собственно говоря, лишается своего будущего. Такие мероприятия помогают всесторонне изучать историю Родины. Проверить финансовую грамотность сможет каждый житель Смоленской области. В интернете Центральный банк России разместил тест из 30 вопросов. Этот проект помогает людям узнать больше о планировании семейного бюджета, вложениях в ценные бумаги и вкладах. Он также помогает обезопаситься от действий финансовых мошенников. Акция проводится во всероссийском масштабе. 12 апреля ветеран Великой Отечественной войны Николай Кириллович Тимофеев отметил своё 95-летие. О том, кто поздравил почётного юбиляра в этот день, в нашем следующем сюжете. Поздравить юбиляра в этот день пришли заместитель главы города Антон Шестеряков, начальник отдела социальной защиты населения Десногорска Злата Бриллиантова, председатель городской общественной организации Комитет солдатских матерей Валентина Рожкова, председатель городского совета ветеранов Игорь Журавлёв и журналисты города. Каждый из гостей вручил цветы и памятный подарок Николаю Кирилловичу и пожелал ему от всей души крепкого здоровья, уважения и любви близких. Прежде всего, обращаясь от всех наших ветеранов города, ну и от прежде всего тех ребят, которые воевали. Вы всегда для нас были образцом выполнения долга перед Родиной и перед народом. Мы, правда, не выполняли наказ нашего народа, но мы выполняли долг перед государством. И вы для нас были всегда примером. Если бы мы там неправильно себя повели, то был большой позор. Поэтому огромное вам спасибо. Ветеранам и их близким важно, чтобы о них помнили. С каждым годом участников той страшной войны становится всё меньше. Забота о тех, кто ещё жив – это наш долг. Визиты чести в Десногорске – добрая традиция, которую поддерживают все общественные организации и предприятия города. Прививать любовь к спорту необходимо с ранних лет. Поэтому в детских дошкольных учреждениях Десногорска развитию физической культуры уделяют большое значение. Педагоги делают акцент на здоровый образ жизни, организуя специальные мероприятия. День здоровья прошёл в детском саду «Мишутка» в группе номер 5. Вот что значит здоровый образ жизни для ребёнка. Заниматься спортом, двигаться, есть фрукты, чистить зубы утром и вечером. Много двигаться, мыть руки перед едой и заниматься спортом. День здоровья – неотъемлемая часть оздоровительной программы в детском саду. В течение дня с ребятами проводят познавательные беседы, интересные физкульт-минутки и мероприятия в игровой форме. Мы всегда активно проводим праздники здорового образа жизни. И на этой неделе у нас тоже посвящается этому праздник здоровью. В музыкальном зале для них приготовили настоящий спортивный праздник с весёлыми эстафетами и конкурсами. Посоревноваться в ловкости, смелости и выносливости. Вместе с ними в этот день пришли и сказочные персонажи – Баба Яга и доктор Айболит. Продолжился праздник занятиями в бассейне. Такие мероприятия приобщают педагогов и детей к здоровому образу жизни. Организация Дня здоровья является не только одной из множества составляющих процессов физического воспитания дошкольников, но и является универсальным средством решения многих важных педагогических задач, главное из которых – расти детей здоровыми, сильными и жизнерадостными. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok